Одного путешественника звали Джеймс Кук. У него туземцы с палубы украли клещи. Он пошел их возвращать, за это получил удар копьем в затылок и еще ударов сто ножами. Сделали это дикари-аборигены. Другого путешественника звали Фредерик Кук. У него украли славу и честь. Он пошел их возвращать. За это его самого назвали вором, разорили и на 14 лет посадили в тюрьму. И сделали это вполне цивилизованные люди. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Это очень конспективное было. Дело в том, что вот это замечательное вступление совершенно. Просто классно. Но подробности за вами. Ну да, значит, я пришел, чтобы рассказать про книгу. Значит, книга называется «Фредерик Кук на вершине континента». Это она, да? Можно я бы... Да. И, значит, второй заголовок «Возвращаем Макинли великому американцу». Ну, значит, о каком континенте идет речь? Речь идет о Северной Америке и Аляска, которая находится на севере. Значит, гора Макинли – это вершина Северной Америки. Значит, Кук был первым на Макинли в 1906 году. В 1906 году. И через два года отправился на Северный полюс и стал первым человеком, который открыл Северный полюс. Значит, его назвали сумасшедшим, его посолили в тюрьму, и он умер в 1940 году, в 1904 году в бедности. Значит, почему? Потому что, когда он вернулся с Северного полюса, а вернулся он на год позже, в 1909, он задержался в Аркете на целый год, потому что очень трудным было возвращение с Северного полюса, второй американец, не менее знаменитый, не менее великий, Роберт Пири, вторым пришел на Северный полюс. И вернулись они в цивилизацию, более-менее одновременно. Кук всего на пять дней раньше. И как только. И за эти пять дней он получил всю славу, которую можно было получить. Его приняли так, как мы приняли в 1961 году Юрье Гагарина. И когда, значит, вот Пири увидел вот эти рукополискания в честь своего конкурента, он сказал очень просто, что, он выразился так, Кук представил публике золотой кирпич. Это означает, что он сфальшивил, что он не был на Северном полюсе, и все его рассказы о Северном полюсе, это просто россказни, мистификация. Дмитрий, можно вопрос? Скажите, а вас почему это так беспокоит? Ну, это было давно, это было в Америке. Нет, понимаете, вот я дошел до Северного полюса на лыжах. Я первый человек, кто на лыжах пришел на Северный полюс. Это 1979 год. Значит, это был советский рекорд. Я за это получил орден Ленина. Это вообще была общепризнанная книга рекорда Дениса, там, диплом и все прочее. Значит, роскошная экспедиция, которой можно гордиться. Но, понимаете, для меня люди, которые были на Северном полюсе, это в каком смысле побратимо. И поэтому я уже тогда, в 1979 году, хотя я тогда с огромным уважением относился к Пире, но тогда я понимал, на самом деле, что есть еще и Кук. Хотя во всех энциклопедиях написано, что первый человек, который подошел на Северном полюсе, это все Роберт Пире, а не Кук. А может быть, это так? Вот, смотрите, сейчас мы слушаем вашу точку зрения. Вы человек пламенный, это видно. Нет, нет, Алексей, вот именно вам я про это и рассказываю. Вот, и вы спросили меня по поводу интереса, связанного с Макинли. Да. Значит, в 2002 году у нас в Москве клуб, называется «Приключения». Такой очень профессиональный клуб, который занимается самыми разными путешествиями. Планетарными, которые никто, кроме нас, не может сделать. Путешествиями для инвалидов и путешествиями для детей. Так вот, в 2002 году наша команда поднялась на Макинли, и в этой команде среди 20 человек было двое парней, которые прикованы к инвалидным креслам. Вот, впервые на высоту более 6 тысяч метров поднялись ребята, которые прикованы к инвалидным коляскам. Это было очень хорошее достижение, планетарное, вот, им можно гордиться. Но когда мы вернулись в Москву, то мы привезли довольно много литературы по поводу Макинли. И вот, что меня потрясло, это все о том, вот эта вот литература о первопроходцах, она на самом деле была насыщена различными историями о том, какой плохой Фредерик Кук. И понимаете, это был такой перебор, что это, конечно, сразу, ну, как-то вредило авторам. Они хотели, видимо, сказать, что он плохой человек, что он самозванец, что он лжец, но тут был перебор. Ну, и таким образом, как-то я вернулся к теме Кука. И с 2002 года, вот прошло 14 лет, я все время занимался этой историей, значит, собрал совершенно колоссальный архив из американских источников. Понимаете, и эта экспедиция, она стала таким вот полевым доказательством. Но все-таки это не главное доказательство. Вот это очень важно. Это я доказываю, что Кук был на вершине континента не потому, что вот была эта экспедиция российская, а потому что вот я распутал все документы. Вот, ну, таким образом, если приводить документы полностью, то читателю становится ясно, что действительно Кук был на вершине континента. Поэтому эта книжка, на самом деле, очень сильно дополняет и в самом деле его реабилитирует. Но, Алексей, вот вторая книга, над которой я сейчас работаю, называется «Неизвестный пире», а третья книга будет называться «Фредерий Кук на вершине планеты». Давайте сделаем так. Видно, что вы горите этим делом. И если вы согласились бы приходить и рассказывать об этом, тогда это было просто здорово. Нет, тут важно, знаете что, не историческая правда, а здесь важно, на самом деле, вот реабилитировать человека. Вот это главная идея. Мне хочется, чтобы люди поняли, что он был кристально честный человек, что он был выдающийся американец. Вы это уже сделали, Дмитрий? Все, ждем вас снова. Спасибо вам большое. Спасибо. За пламенный рассказ. Спасибо. 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 Спасибо.